МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эта девушка уже давно состоялась на нашей сцене как певица. А вы помните, как Вика начинала? Когда-то она была одной из многочисленных участниц знаменитого фабричного реалити. Но я, выпускник группы Хай-Фай, уже тогда знал, что ее ждет большое музыкальное будущее. Как видите, я не ошибся. И сегодня она забирает 30-е место топ-хит-чарта. Недавно я пел с Лолитой и группой Блестящей на мероприятии под названием «Новый национальный женский рекорд по парашютному спорту «Жемчужина России» и стал свидетелем такого шоу, что до сих пор не могу прийти в себя. Представьте, вы смотрите на небо, а там 100 девушек выстраивают в воздухе единую фигуру. Я бы даже сказал, что они выглядели не просто как жемчужины, а как настоящие бриллианты в небе. Прямо как в песне Рианы «Diamonds in the Sky». Сегодня она на 28-м месте. Наверняка уже все знают или хотя бы раз слышали сингл «Thrift Shop» от рэпера Маклимора. Что трек, что сам артист кажется очень веселым. Однако если песня и вправду забавная, то биографии рэпера совсем нет. В прошлом у Маклимора были серьезные проблемы с алкоголем и запрещенными препаратами, но, к счастью, парень реабилитировался и готов к новым творческим свершениям. Сегодня музыкант забирает 24-ю строчку топ-хичарта. Селена Гомез придумала интересный способ, как распиарить свою пластинку «Star Dance». Певица выложила в свой микроблог ссылку на альбом. Но вся загвоздка состояла в том, что он был заблокирован. Чтобы его разблокировать, поклонникам Селена нужно было сделать как можно больше квитов с тегом «Star Dance». И понятное дело, что уже через несколько дней альбом был доступен для прослушивания. Вот какая она, затейница эта Гомеза. Кстати, сегодня ее сингл «Come and Get It» на 21-м месте. Продолжает топ-хичард Naughty Boy. Как пишут некоторые источники, он в представлении не нуждается. Ну, в Англии, может, и не нуждается, но в России о нем точно знают немногие. Так вот, настоящее имя певца – Шахид Хан. На сцене он всего год, но его первые синглы уже знамениты в Европе. Теперь он покоряет сцену с новой песней, которая называется «Ла-ла-ла-ла». Хочется пошутить, что артист заимствовал эту строчку. Конечно же, у меня помните. «Ла-ла-ла-ла-лай», «Все будет хорошо». В общем, я надеюсь, что у парней вправду все будет хорошо. Мы смотрим 19-ю строчку. Какой хит-парад может обойтись без этого исполнителя и его многочисленных дуэтов? Конечно же, я говорю про Will.i.am. Сегодня он расположился в топ-хит-чарте с Крохой Бибером и треком «That Power». Честно говоря, я очень уважаю Уилла, но меня немного смущает, что в последнее время он работает исключительно в паре со звездами. Так и хочется сказать, Уилл, парады у нас уже сольным треком, поэтому ждем от артиста свежих песен в одиночку, а пока 15-е место и «That Power». Стоп-хит-чарт составлен на основе данных на радиостанциях России и страны СНГ, предоставленных сайтом топ-хит.ру. Мне безумно нравится новая работа о студии и Игоря Крутого. Их трогательный трек «Папа, мама». Пожалуй, мало кого оставит равнодушным, однако у меня есть один вопрос по поводу видео на песню. Сколько раз я его не пересматривал, он так и не понял, какую именно роль в клипе играет маэстро Крутой. Может быть, вы мне поможете в этом разобраться? Тогда немедленно смотрите 14-ю строчку. Далее по списку свежая работа Дана Балана «Лен Докалендо». Честно говоря, когда я впервые слушал этот трек, мне показалось, что песня называется «Докален». Ну, к счастью, мне это всего лишь послышалось. Впрочем, думаю, что я не один такой, и что там у Балана «Докален» каждый слушатель решит для себя сам. Это девятое место в топ-хит-чартах. А теперь встречаем целую компанию крутых музыкантов, а именно Дэвид Гетто, Нео и Эйкон с треком «Play hard». «Работай жестко, играй жестко» призывают нас артисты в своей песне. И я абсолютно солидарен с парнями, потому что если не быть жестким в условиях современного мира, то вряд ли можно будет чего-то добиться в этой непростой жизни. Поэтому предлагаю прислушаться к ребятам, а сделать это можно прямо сейчас, а не на пятом месте. Тройку лидеров открывает группа «Винтаж» с треком «Знак водолея». Ну, что сказать, у этого коллектива все, как всегда, на высшем уровне. Музыка, слова, видео Аня Плетнева, в конце концов. В клипе она появляется в нескольких образах, и все они настолько хороши, что просто нельзя оторвать глаз. Так что не приключаемся, друзья, и смотрим третье место. Эх, второй раз подряд Нюша сдала позиции, не смогла удержаться на первом месте. Впрочем, конкуренция у певицы достойная. И зная, кто сегодня заберет золото, я могу точно вам сказать, что все по-честному. Но о лидерах сегодняшнего чарта мы поговорим чуть позже, а пока предлагаю побыть наедине с Нюшей. Да и второе место, согласитесь, это тоже неплохо. Как вы поняли, серебро нашего чарта забрала Нюша, а это значит, что лидером топ-хичарта стал кое-кто другой. Сегодня почетное золотое место достается Daft Punk. Мне лично настолько понравился их сингл с Фарелом Уильямсом «Get Lucky», что я даже скачал их последний альбом. Пластинка, друзья, потрясающая. Поэтому советую вам срочно сделать то же самое. А прямо сейчас первое место и «Get Lucky». Это были Daft Punk и Фарел Уильямс с треком «Get Lucky». А я выражаю благодарность за предоставленную мне одежду подиум «Концепт Стор» и лично Полине Киценко и Григорию Ростовщукову. И спешу напомнить, что Топ Хит Чарт – это 30 любимых хитов, нескольких десятков миллионов радиослушателей, полную версию чарта и сотни лучших треков можно найти на сайте tophit.ru. И не забывайте совершать добрые поступки. С некоторыми из вас мы увидимся в Сочи на Красной Поляне. Смотрите и читайте меня в социальных сетях MF Агент. До встречи!